Мне кажется, все чуть-чуть подустали, потому что тренировки действительно очень тяжелые. Долго по времени они у нас идут. Но не знаю, как у кого, за всех говорить не буду, буду говорить лично за себя. Я доволен, я счастлив, я просто горд за себя, что я все-таки приехал раньше в Киев и потренировался несколько дней перед литовским сбором, потому что мне сейчас намного легче. Я еще могу улыбаться после тренировки. А многие не могут? Ну, посмотрите на эти лица. Он очень сильный аналитик, был последние годы, он не тренировал. Но как аналитик, он очень силен, к нему всегда прислушивается, он ведет некоторые блоги, некоторые рубрики на NBA.com. Так что да, да, его авторитет неоспорим. Я не буду никого ни с кем сравнивать. Он очень, очень интересную программу создал. Очень нелегко ребятам, которые не играли за границей, адаптироваться к ней. Но если сможем адаптироваться, сможем понять, сможем найти ту мелочку, которая нужна хорошей команде, чтобы достойно выступить, я уверен, что мы можем ставить перед собой неслабые задачи на этом Евробаскете. Конечно, очень-очень хороший подход, просто шикарный уровень подготовки, уровень всего, проживания, экипировки, перелеты. Все сделано на высочайшем уровне. Мы уже как бы между собой шутили на тему, что нам не оставляют шансов ни на что жаловаться. И, не дай бог, в неудачном результате, мы не можем уже сказать, что там федерация что-то не доделала, отношения были не то. Потому что сейчас все реально на высшем уровне. И тут уже остается только сыграть шикарно на Евробаскете. И после Евробаскета говорить, что вот такие вот условия и не меньше. Атмосфера шикарная, дружеская. Еще не приелись друг к другу, еще улыбаемся, веселимся. Да я шучу, на самом деле очень дико соскучились друг за другом, потому что для меня, как и для многих игроков, выступление за сборную – это повод поведаться со своими товарищами, с которыми ты не можешь видеться круглый год. Поэтому все отлично. Сезон для меня был, не могу сказать, что сильно хороший, не могу сказать, что плохой. Сезон прошел и прошел. Концовка вообще была сильно смазана, во-первых, выступлениями команды, во-вторых, моим переломом пальца под конец сезона. Слава богу, все восстановился, палец функционирует нормально. Ну, восстанавливался после сезона обыкновенно. Просто по максимуму забыл про баскетбол, постарался уделить внимание своим родным, близким, семье, встретился с друзьями, съездил, отдохнул в Израиль, Феодосию. Ну, честно говоря, просто постарался забыть, что этот сезон вообще был. И я надеюсь, я не знаю, где я окажусь в следующем сезоне, но я надеюсь, что я заграю на новом уровне, потому что в этом году я очень серьезно подошел к подготовке вне сезона. Я выполнил сам свою задачу, я не набрал вес. Я вообще-то даже похудел чуть-чуть. Так что сейчас осталось только сохранить этот вес, улучшить физическую форму. И можно по окончанию Евробаски, который, я надеюсь, мы выступим достойно на нем, после этого уже можно с уверенностью искать команду, которая будет соответствовать моим амбициям и возможностям. Интереснее вам где? Это неправильный вопрос, это кардинально две разные лиги. Мне интересно играть. Для меня сейчас априори это найти команду, где я буду получать стабильное игровое время. Будь то Европа, будь то Америка, для меня не имеет никакого значения.